Как ягодицы располагаются на полу, насколько их положение симметрично, какая ягодичка более распластана на полу, какая менее, вес какой ягодицы вы ощущаете ярче, чем другой. Почувствуйте, пожалуйста, как крестец, эта большая кость между ягодицами соприкасается с полом, это соприкосновение точечное или это соприкосновение такое продлённое, как будто пресс-папье соприкасается с полом. Какую форму контакта розлитого пятна или отдельных точек оставляет ваш крестец на полу? Почувствуйте, как располагаются ноги, правое, левое бедро. Одинаково ли они развернуты кнаружи, или может быть одно бедро завернуто внутрь, другое раскрыто наружу. Сегодня наше упражнение будет улучшать функцию тазобедренных суставов, раскрывая их, выпрямляя осанку, делая движения ходьбы более мягкими, плавными и все смены положения, сидя-встоя, более свободными, что чаще всего и приносит боль в пояснице смены положения. Почувствуйте, как голени располагаются на полу, пятки, куда смотрят носки, стоп, пальцы, ног. Симметрично ли они смотрят строго к потолку, или может быть одна ножка чуть больше отклонена наружу, другая кнутри. Теперь, пожалуйста, согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол. И давайте мягко, плавно, медленно прогнем поясничку, выгнем ее вверх и вернемся обратно. Ягодицы при этом не отрываются от пола. Мы перекатываем крестец и таз по направлению к пяткам. При этом наша поясничка прогибается, отрывается от пола. Мягко, плавно возвращаемся обратно. В очередной раз, прогибая поясничку, перекатываем крестец и таз по направлению к пяткам. И в этот момент нуждуваем нижнюю треть живота объемом. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Для того, чтобы лучше почувствовать, если это необходимо вам, как наполняется объемом нижняя треть живота, можно положить на нее руки. Две симметричные. И опять в очередной раз перекатите крестец и таз от себя к пяткам, поясничка прогибается, отрывается, да, поясничка от пола, от себя. Не к себе, так, чтобы поясница прижалась, от себя. Мягко, плавно возвращается обратно. В очередной раз, перекатывая крестец и таз от себя, сделайте вдох и надуйте нижнюю живота, мягко, плавно вернитесь обратно. Прогнитесь в пояснице, увеличьте поясничную арку. На вдохе надуйте нижнюю живота, мягко, плавно вернитесь обратно. Теперь давайте поменяем рисунок дыхания. В тот момент, когда вы прогибаете поясницу, перекатываете крестец и таз к пяткам, сделайте выдох, но надуйте объемом нижнюю живота. На выдохе. Выдох, и живот выпячивается. Мягко, плавно вернитесь обратно. Опять поясничка прогибается, вы делаете выдох, и надуваете объемом нижнюю живота. Какое движение сделать легче? Прогнуть поясницу и выдохнуть, или прогнуть поясницу и вдохнуть? И, пожалуйста, вытягивайте руки, ноги, отдыхайте. Давайте с вами просканируем во луну. Плавности перехода выпуклости затылка, вогнутость в арку шейного отдела, вогнутости выпуклости грудного отдела, в арку поясницы, в выпуклости ягодиц, в арку подколенной области, в арку подколенной области, в выпуклости голени, в арку ахиллова сухожилия. Насколько эта волна, ваше соприкосновение с полом, мягкая, плавная, непрерывная или наоборот прерывистая? Хорошо. Опять согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол, хорошо, и медленно, плавно перекатите крестец и таз к себе, к голове, так, чтобы поясничка прижалась к полу. Мягко, плавно вернитесь обратно. Великолепно. Повторите движение несколько раз, крестец и таз перекатываются по направлению к голове, поясничка и таз, поясничка прижимается к полу, в этот момент вы делаете выдох и втягиваете мышцы живота. На вдохе мягко, плавно возвращаетесь в нейтральное положение. Опять, в очередной раз. Вы делаете выдох, поясничка прижимается к полу, крестец и таз перекатываются по направлению к голове. Не получается? Если туда, то в голове включается арка была. А вы давайте так, смотрите, вы прижмите поясницу к полу. Мягко, плавно вернитесь обратно. Опять прижмите поясницу к полу. Вот это вот прижатие есть, сопровождается перекатыванием крестца и таза к голове. Вот это я называю перекатыванием. Чувствуете? Это идёт движение к себе. Понятно? Просто это может быть какая-то разность терминологии, того, что понимаем. Поэтому я одно и то же движение называю по-разному, если что-то непонятно. Давайте прижмём поясничку к полу, выдохнем, втянем мышцы живота. Мягко, плавно вернёмся обратно. А теперь в очередной раз, прижимая поясницу к полу, сделаем вдох, но втянем мышцы живота. Мягко, плавно вернёмся обратно. Повторим это движение несколько раз. Поясница прижимается к полу. Мы делаем вдох, но мышцы живота втягиваем. Мягко, плавно возвращаемся обратно. А теперь давайте сравним, какое движение делать проще. Прижимать поясницу к полу, делать выдох и втягивать мышцы живота. Мягко, плавно возвращаемся обратно. И прижимаем поясничку к полу, делаем вдох и втягиваем мышцы живота. Какой рисунок дыхания для вас более привычен, более лёгк в координации сочетания движения? И, пожалуйста, вытяните ножки, руки, отдыхайте. Вот эти движения крестцом от себя к себе, они на самом деле балансируют позвоночный столб в передней и задней плоскости. В тот момент, когда вы перекатывали крестец и таз к себе или от себя, у вас кивала головушка, подбородок прижимался к шее или поднимался к потолку. На самом деле в этот момент весь позвоночный столб, прижатый к полу, уравновешивался в передней и задней плоскости. Крестец и таз – это основа, фундамент нашего равновесия. Поэтому вот эти перекатывающие движения с малой амплитудой вперёд-назад, они уравновешивают позвоночный столб. И давайте проследим вертикаль в нашем теле, опустим прямую линию сквозь макушку, голову, на шею, сквозь грудной отдел, поясничку, таз. И проведём эту линию вниз между ногами и стопами. Удалось ли эту линию провести непрерывной? Вы эту линию провели по задней поверхности, со стороны спины, там, где тело соприкасается с полом, по передней поверхности туловища, или как стержень внутри себя. Какая была ваша линия? Теперь опять сгибайте ножки в коленях, ставьте стопы на пол. Великолепно. Соединим два движения вместе. Прогнём поясничку аркой, выгоним её, и перекатим крестец от себя, сделаем вдох, надуем ниже живота объёмом, мягко, плавно вернёмся в точку нейтрали. И на выдохе перекатим крестец и таз к голове, прижнём поясничку, втянем мышцы живота. Повторим движение, это с полной амплитудой. Крестец и таз от себя, вдох, надуваем мышцы живота. Крестец и таз к себе, втягиваем мышцы живота. Повторите это движение несколько раз. Старайтесь делать движение с очень небольшой амплитудой. Чем меньше амплитуда, тем больше мы задействуем связок мышц в глубине таза, поясницы, внутренних органов. Тогда это становится гимнастикой внутри, который балансирует натяжение мышц связок внутри геометрии таза, позвоночного столба. И в этом-то и принципиальное отличие метода Фильденкрайза от других гимнастик. Здесь эффект достигается за счёт того, что это медленно, мало, плавно, и мы работаем с напряжением внутри тела. Хорошо, в очередной раз выгнем поясничку, на вдохе надуем живот, на выдохе прижмём поясничку, втянем мышцы живота. Великолепно. Не выпрямляя ножик, отдохнём в положении нейтрали. Хорошо. И теперь давайте сделаем движение с противоположным дыхательным знаком. Мы прогнём поясничку, но сделаем это на выдохе и втянем в этот момент мышцы живота. И на вдохе поясницу прижмём к полу и надуем мышцы живота. Сложно, да? На вдохе мы прижимаем поясницу к полу, на выдохе, наоборот, её делаем аркой. Повторите движение несколько раз. Это движение против физиологического, привычного рисунка дыхания. И когда мы делаем что-то с противоположным знаком, это большая нагрузка для нервной системы в координации движения. И она имеет особый эффект. Когда нервная система стирает привычный рисунок движения, стереотип, давая возможность проявиться новому, более гармоничному. И, пожалуйста, вытягивайте ноги, отдыхайте. Опять прислушайтесь к своему контакту с полом, насколько он мягкий, комфортен на данный момент. Стал ли пол мягче по сравнению с началом урока? Стало ли ощущение, что вы более распластаны на полу? Больше прижаты к полу лопатки? На большем протяжении ребра соприкасаются с полом. Больше распластаны ягодицы, бедра. Насколько сейчас симметрично ваше положение на полу? Давайте опять проведем волну, проходящую через выпуклость затылка, соприкасающуюся с полом, переходящую в арку шеи, выпуклость грудного отдела, переходящую в арку пояснички, выпуклость ягодиц, переходящую в арку подколенной ямки, выпуклость голени, переходящую в арку ахиллово сухожилия. Насколько сейчас эту волну удалось провести непрерывно, едино, как будто эта волна приборя набежала на берег. Теперь давайте согнем ножки в коленях, поставим и прижмем стопа к стопе, как ладошка к ладошке, и колени при этом будут разваливаться наружу. Давайте так. Кому некомфортно вот это положение лягушкой? Мы сейчас возьмем по паре болстеров и положим болстеры снаружи от колена. Есть необходимость? Нет? Или так комфортно? Если требуется опора под коленями, пожалуйста, воспользуйтесь, положите мягкие подушки под колени, чтобы вот это раскрытие ножек не было для вас дискомфортным. И давайте в этом положении давайте сведем колени. Оцените выпуклость, оцените величину арки пояснички. Теперь разведите колени. Чувствуете, арка пояснички увеличилась. Да? Вот в этом положении мы раскрываем с вами область паха, переводим крестец и таз в передний наклон, поясничка прогибается. Уже есть некое преднапряжение. Согласны? Угу, хорошо. И в этом положении перекатим крестец и таз к пяткам от себя, так, чтобы поясничка прогнулась. Угу. Мягко, плавно вернемся обратно. Перекатим крестец и таз от себя, поясничка прогребается, мы делаем вдох, наполняем нижнюю треть живота объемом, мягко, плавно возвращаемся обратно. Теперь давайте остановимся в положении нейтрали и просто на вдохе наполним объемом ниже живота. Мягко, плавно вернемся обратно. Согласитесь, что в этот момент поясничка слегка прогибается. Великолепно. Покачаем немножечко поясничку за счет надувания, наполнения объемом нижней трети живота, возвращением в положение нейтрали. На самом деле мышцы поясницы и мышцы живота, они всегда находятся в взаимном балансе. Если мышцы пресса ослабевают, мышцы поясницы находятся в избыточном тонусе. Если мышцы пресса перенапряжены, то мышцы поясницы ослаблены. И сейчас вот это мягкое движение, прогибов поясницы, которое индуцируется, провоцируется наполнением объема нижней трети живота. Очень мягкий, очень ювелирный баланс. Тонусы и равновесие со стороны крестца, таза. Великолепно. Давайте немножечко отдохнем в положении нейтрали. Вытянем ножки. И в момент этой паузы оценим свою стержень, линию, проходящую сквозь тело, сквозь макушку, голову, шею, грудной отдел, поясничку, таз, ноги, уходящие между пяток. Великолепно. В этот момент удалось ли провести вот эту вот вертикаль в теле более непрерывной, более центрированной, проходящей не только центрированной право-лево, но и проходящей в середине тела, не ближе к задней поверхности туловище, не к передней, а центральной. Или наоборот, менее центрированной, смещённой к левой, к передней, как это у вас. Правил не существует, как должно быть. Очень важна просто замеченная вами разница. И это главное. ладошка к ладошке, опять согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол, соедините ступни, как ладошка к ладони, ладошки, ножки, колени разваливаются наружу, получается такая поза лягушки. И в этом положении прижмите поясничку к полу, при этом крестец и таз перекатываются по направлению голове, сделайте выдох и вернитесь в положение, втяните мышцы живота и вернитесь в положение нейтрали. В очередной раз, прижимая поясничку к полу, вы делаете выдох, втягиваете мышцы живота, возвращаетесь в положение нейтрали. Повторите движение несколько раз. Великолепно. И в очередной раз только сделайте выдох и втяните мышцы живота. Вернитесь в положение нейтрали на вдохе. Выдох, вы втягиваете мышцы живота. На вдохе возвращаетесь в положение нейтрали. Согласна, что на выдохе и втяжении мышц живота поясница прижимается автоматически к полу. В этот момент мышцы поясницы не работают активно. Они пассивно растягиваются в тот момент, когда мышцы прессы напрягаются. И это очень хорошо их расслабляет. На самом деле, чтобы снять поясничные боли, связанные со спазмом, нужно сделать такое упражнение. Повтягивать мышцы пресса. И напрягая мышцы пресса, мы в этот момент очень мягенько растягиваем мышцы живота. Вдох, мы прогибаем поясничку, надуваем объемом нижнюю треть живота. Выдох, мы прижимаем поясницу к полу, втягиваем мышцы живота. Повторите движение несколько раз. Сделайте его с такой амплитудой, скоростью и объемом, чтобы это не нарушало ваш привычный ритм дыхания. Потому что в повседневной жизни мы, хотя и делаем так, чтобы встать, мы на самом деле перекатываем крестец и таз, делаем вдох, поднимаемся со стула. Вот этот механизм мы сейчас используем только лежа. Но мы в этот момент не делаем очень глубокий вдох. Так же и сейчас. В собственном ритме, комфортном для дыхания. Вдох, поясничка прогибается, выдох, мышцы живота втягиваются, поясница уплощается. И, пожалуйста, вытягивайте руки, ноги, отдыхайте. Великолепно. В любой момент, в момент упражнения, урок по методу Феллинденкрайза, если вы устали лежать на спине, а такое бывает, и это нормально, вы чувствуете себя, пожалуйста, свободно, меняете позу, переворачиваетесь на бочок, потому что даже два-три повторения упражнения, оно уже приносит свой эффект, поэтому можно делать все, что угодно, чтобы было комфортно. Великолепно. А теперь давайте сравним свою симметрию по сравнению с началом урока. Насколько симметрично положение затылка на полу, какое расстояние между ушами и плечами, насколько вертикально в потолок смотрит нос, насколько симметрично прижатые лопатки к полу, одинаково ли их площадь соприкосновения с полом, одинаково ли расстояние между лопаткой и позвоночником в грудном отделе, насколько симметрично положение ребер на полу. Насколько симметрично положение таза на полу. Хорошо. Бедер, воли, пяток, насколько они симметричны. Насколько симметрично смотрят вверх к потолку кончики пальцев ног. Теперь опять давайте согнем ноги в коленях, поставим стопы на пол, соединим стопу со стопой, как ладошка с ладошкой, ноги разведем в сторону, и теперь правую стопу положим сверху на левую. Вот так комфортно, чтобы было. И ножки разведем в сторону. Они могут ребром, да, правая ножка, ребром соприкасаться с левой. Ее не надо ставить стопой на стопу, чтобы было комфортно. Великолепно. И согласитесь, у нас появилось слегка симметричное положение, когда таз чуть-чуть наклонен в одну сторону. И давайте в этом положении опять перекатим крестец и таз от себя. Здесь делаем вдох, надуем нижнюю треть живота. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Опять прогибаем поясничку, делаем вдох, надуваем нижнюю треть живота. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. В тот момент, когда вы делаете движение, по какой траектории движется крестец? Он движется прямо? Или у него есть некая кривая? Эта кривая выпуклостью обращена в сторону верхней ноги или нижней ноги? Теперь давайте сделаем противоположное движение. Мы прижмем поясничку к полу, сделаем выдох, втянем мышцы живота. Мягко, плавно вернемся обратно. Повторим движение несколько раз. Хорошо. И сейчас оценим ту траекторию, которую описывает на полу крестец и таз. Прямая эта линия или линия, изогнутая по дуге, куда обращена выпуклость этой линии? В сторону какой ноги? Какое движение делать легче? От себя, когда перекатывается крестец и таз, и поясничка прогибается? Или к себе, когда поясничка прижимается? Хорошо. Теперь давайте соединим два движения вместе. Вы делаете вдох мышцы живота, наполняете объемом нижнюю треть живота, делаете выдох и втягиваете мышцы живота. Теперь вы ничего не делаете поясницей, ничего не делаете крестцом и тазом, только за счет дыхания и игры тонуса мышц пресса. Вы делали вдох, наполнили объемом нижнюю треть живота. Выдох, втянули мышцы живота. Почувствуете, как перекатывается в этот момент крестец и таз на полу. Насколько в траектории этого движения от себя к себе, вот этот след, который оставляет крестец и таз на полу, велика. Прямая это линия или изогнутая по дуге. Хорошо. И, пожалуйста, соберите коленки вместе, вытягивайте ножки, расслабляйтесь. Давайте теперь будем детективами, которыми очерчивают силуэт, лежащий на полу. И очертим этот силуэт сначала слева, по левой половине голове, уходящей на шею, надплечье, плечо, ребра, талию, левую половинку таза, левое бедро, голень, стопу. А потом очерчивающую правую половинку таза, правая половинка головы, правая половинка шеи, надплечье, плеча, талии, таза, бедра, голени. Угу. Хорошо. Какая сторона вам показалась длиннее, правая или левая? Теперь давайте опять сравним симметрию право-лево, насколько симметрично на полу лежит головушка. Насколько симметрично на полу лежат плечи, таз, ножки. Появилось ощущение, что вы стали лежать более асимметрично, как будто вы лежите сейчас на полу, как банан. Выпуклость, более выпуклые с одной стороны, да, и более укороченные с другой. Есть ощущение такое? Угу. Хорошо. Вот это сделанное движение асимметрично, когда мы положили с развернутыми ногами наружу одну стопу на стопу, мы на самом деле сделали односторонний наклон в теле. И в этом положении задали слегка асимметричное движение крестца и таза к раскрытому тазобедренному суставу ноги, которая была сверху. И при этом потянули мышцы и связки со стороны верхней ножки. На самом деле потянули все мышцы и связки туловища со стороны ноги, которая располагалась сверху. Поэтому сейчас некоторые могут ощущать свое положение на полу асимметрично в виде банана. Хорошо. Давайте опять согнем ноги в коленях, поставим стопы на пол. И у нас какая ножка была сверху? Правая. Правая. Теперь делаем наоборот. Стопа к стопе, коленочки раскрываются наружу, и мы левую ножку кладем сверху. Великолепно. Согласитесь, что со стороны левой ножки тазобедренный сустав раскрыт ярче. И есть ощущение, что тело выгнуто по дуге влево. Да? Есть? Угу. Хорошо. И в этом положении сделайте теперь, что вам хочется. Либо на вдохе сначала надуйте живот объемом, либо сначала на выдохе втяните мышцы живота вовнутрь. Вернитесь в положении нейтрали. То, что вам интуитивно сейчас пришло в голову, какое движение сделать, это определено вашей осанкой, балансом между поясницей, тазом, тонусом в ногах. Это привычный рисунок, и тело само вспомнило то движение, которое ему было комфортно. Поэтому даже в положении лежа на животе, даже когда мы спим, наш мышечный тонус, наша нервная система запоминает тот привычный рисунок движения, в котором мы находимся. Либо поясничка прижата, да? И мы глобально нагибаемся вперед, сутулы, либо поясничка избыточно вогнута, избыточный прогиб имеет, да? И, к сожалению, нервная система в состоянии напряжения физического, эмоционального или недостаточного просто сна, да, не способна самостоятельно расслабиться, даже в положении покоя, да, даже во сне. И очень многие люди ощущают боль в мышцах, в частности в пояснице, после сна. Поэтому это упражнение для них, для всех нас, чтобы вставать легко, с легкостью, с ощущением отдыха в мышцах. Теперь давайте сделаем все вместе. Мы прогнем поясничку, перекатим крестец и таз от себя, надуем, сделаем вдох, надуем объемом нижнюю треть живота. Мягко, плавно вернемся обратно. И почувствуем, какую в этот момент траекторию описывает на полу крестец и таз. Сделаем два-три движения и сменим направление движения. Прижмем поясницу к полу, сделаем выдох, втянем мышцы живота. Мягко, плавно, на вдохе вернемся в нейтральное положение. Повторим движение несколько раз. Соединим два движения вместе. Вдох, надуваем живот, нижнюю треть, выдох, втягиваем живот. И смотрим, как в этот момент, в тот момент, когда мы делаем вдох, надуваем живот, поясничка прогибается. Как делаем выдох и втягиваем мышцы живота, поясничка уплощается, прижимается к полу. Великолепно. В любой момент, когда хочется сделать паузу, отдыхайте, вытягивайте ножки. Не нужно сделать ничего ни через силы, ни через боль. Количество повторений не имеет значения. Нервная система начинает перестраиваться после двух-трех повторений. Вытягиваем все вместе ножки, отдыхаем. В тот момент, когда мы...